Анализ текущей ситуации стал главной темой рабочей встречи президента с Андреем Кобяковым и Павлом Калауром. Правительство и Нацбанк работают в тандеме. Половина 2016-го позади. Можно подводить промежуточные итоги. Глава государства интересовала, как складывается ситуация на валютном рынке. Здесь, по словам руководителя Национального банка, удалось сохранить стабильность. Также речь шла о выполнении показателей, которые определены в матрице задач для вертикали власти и сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Например, со Всемирным банком, который принимает участие в финансировании проекта по модернизации трассы Минск-Гродно. Вы хотели бы сказать что-то новое по итогам работы за истекший период этого года. Во-первых, о ситуации на валютном рынке в связи с этим. И обсудить вопрос нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями, в том числе банками. И в том числе по конкретным вопросам, но и вообще о перспективах сотрудничества с ними. Надо отдать должное, что они, в общем-то, наши надежды в основном оправдывают тот прогноз, который мы себе когда-то составили, наметили. Поэтому надо все делать, чтобы сотрудничество это не прокрашалось. Для нас это очень выгодное сотрудничество, особенно в этот период. В Совете министров видят позитив в том, что удалось удержать инфляцию. Не все показатели выполнены, но в целом в правительстве отмечают, что наметилась положительная динамика. Экономика возвращается на траекторию восстановления роста. Александр Лукашенко нацелил правительство на максимальную поддержку населения. Государство должно подставить плечо тем, кто в этом действительно нуждается. Тем более, что впереди отопительный сезон. Поэтому с октября начнет действовать система безналичных жилищных субсидий. Господдержка для оплаты части коммуналки, когда она превышает определенную долю дохода семьи. Если правительство планирует какие-то решения, которые могут повлиять на жизненный уровень населения, то мы должны адресным образом по конкретным категориям граждан предусматривать меры, которые бы для этих категорий, попадающих в непростую жизненную ситуацию, были нивелированы. То есть концепт социального государства, концепт того, что мы своих граждан не бросим в трудную минуту и всегда планируя те или иные решения, будем предусматривать определенные меры по защите, это является незыблемым. Это требование президента, от которого правительство не имеет права отступить. От безопасности экономической к безопасности в прямом смысле этого слова. Криминогенная ситуация в Беларуси. Этот вопрос президенту докладывал генпрокурор Александр Конюк. Встреча прошла в расширенном формате с участием руководителей Совета безопасности, администрации президента, комитета госконтроля, следственного комитета и ОАЦа. В целом количество преступлений в 2016 снизилось. Такая тенденция на уменьшение наблюдается в течение последних пяти лет. Обсуждалось, насколько эффективно органы прокуратуры работают после реформы ведомства. В целом президент нормально оценил положение дел в ведомстве. Акценты в работе постепенно смещаются. Прокурорский надзор переходит в экономическую сферу.